Привет! Мы представляем наш новый суббренд Motostrong. Теперь вы можете приобрести прекрасный мотоцикл с минимальным пробегом, который мы сами привезли из Европы. Мы предлагаем только аккуратные мотоциклы в отличном состоянии. Более того, они уже готовы к новому мотосезону. Нужен добротный мотоцикл по честной цене. Ссылки и контакты Motostrong в описании. Прямо сейчас в нашу разборку попадает надежный, простейший и распространенный двигатель 2.4 EDZ от Chrysler. Встречаем! В середине 90-х годов компания Chrysler выпустила линейку двигателей для дебютировавшего в то время компактного седана Neon. Эти двигатели существовали в объемах 1.8, 2.0 и 2.4 литра. Двигатель объемом 2.4 литра в атмосферном варианте с индексом EDZ никогда не устанавливали на Neon, но он нашел большое распространение на моделях Chrysler, а также их клонах марок Dodge и Plymouth. Его устанавливали на Cirrus, Sebring, Pt Cruiser, Voyager. Также его устанавливали на Jeep Liberty и Wrangler, а также на Volga Cyber, ГАЗ-3105 на «Соболь» и «Газель». Как и многие двигатели 90-х, этот мотор имеет тонкостенный чугунный блок. В ГБЦ два распредвала, которые приводятся зубчатым ремнем. В приводе клапанов присутствуют гидрокомпенсаторы. Этот мотор – единственный из линейки, который оснащен двумя балансирными валами с цепным приводом, а также этот мотор оснащался двухмассовым маховиком с очень, между прочим, хорошим ресурсом. И шкив коленвала – демпферный. Двигатель Chrysler 2.4 просто надежен. На «Волгах» и «Газелях» так и вовсе считается лучшим выбором. Его слабым местом считают недешевые оригинальные запчасти, но менять их надо нечасто. В общем, при хорошем обслуживании и если на обслуживании не экономить, этот двигатель легко пройдет 500 тысяч километров. Опоры двигателя Chrysler обладают хорошим ресурсом, но, естественно, к пробегу в 200 тысяч километров их придется поменять. Чем больше изношена опора, тем больше вибраций от двигателя чувствуется на руле. А также при переключении АКПП в драйв или реверс чувствуются пинки. Очень квалифицированный мастер обязательно заметит, что двигатель со стороны ГРМ опустился. Это происходит из-за того, что опора уже изношена. Опору верхнюю поменять очень легко, потому что она легко доступна. А вот задней придется повозиться. Сегодня в нашем разборе нам будет помогать Николай. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку. Периодически на двигателе 2.4 EDZ надо менять датчик давления масла. Датчик давления расположен под выпускным коллектором, поэтому его течь проще всего обнаружить на подъемнике либо же на яме, а также по луже под машиной. Через него давит немало масла. В запущенных случаях литр на тысячу километров. Иногда датчик зажигает красную масленку на панели приборов. Течь по датчику давления масла возникает раньше и чаще, чем по прокладке клапанной крышки. Замечено, что датчик с автомобиля мини первого поколения с мотора 1.6, служит дольше. Он, кстати, сюда подходит. Иногда на автомобилях с этим двигателем загорается чек-энжен с сопутствующей ошибкой P0456, которая говорит об утечке в системе вентиляции паров топлива. Эта проблема чаще всего лечится заменой пробки горловины бака. Но иногда виновником являются растрескавшиеся пластиковые трубки этой системы. На рубеже 2003-2004 года произошли изменения в системе управления двигателя и в расположении датчика положения коленвала. На дорестайловых моторах датчик положения коленвала устанавливали под генератором ближе к приводу ГРМ. На дорестайловых моторах, как в нашем случае, датчик положения коленвала устанавливают возле стартера, ближе к маховику. В обоих случаях датчики разные. Эта особенность не позволяет без замены ЭБУ и проводки менять двигатели на дорестайловых автомобилях и на более новых авто. Дроссельная заслонка двигателя 2.4 имеет тросовый привод, поэтому для регулирования холостого хода используется регулятор. Это ресурсные детали. Но при возникновении проблем с холостым ходом, зависанием оборотов регулятор надо чистить, потому что его шток загрязняется сажей и парами масла. Корпус термостата нередко дает течь. Жидкость может течь по сопряжению патрубка и горловины термостата. Также по двум половинам корпуса, которые уплотняются прокладкой. Если же течь жидкости идет по корпусу, то тогда придется вырубать прокладку самостоятельно либо же использовать гермет, потому что прокладка идет в комплекте с корпусом термостата. Вообще сам термостат не славится долгим сроком службы. Частенько он не закрывается и двигатель недостаточно прогревается. Оригинальный термостат имеет наибольший срок службы и стоит вменяемых денег. Датчик положения распредвала иногда выходит из строя, при этом появляется ошибка P0340 и двигатель работает в аварийном режиме и не развивает более 2000 оборотов. Иногда не запускается на горячую. Датчик меняется просто и стоит адекватных денег. Двигатель 2.4 оснащен сдвоенной катушкой зажигания, которая подает искру в цилиндры попарно. 1.4.2.3. Сопротивление вторичных обмоток меряется по высоковольтным выводам тоже попарно. Значение должно быть от 11.5 до 14.7 кОм, а сопротивление первичной обмотки меряется в разъеме между центральным пином и боковыми. Значение должно быть от 0.5 до 0.65 Ом при температуре 23 градуса. В целом ресурс этой катушки приличный. Обычно проблемы возникают с высоковольтными проводами, а случаи прошивания искрой корпуса катушки очень редки. Ну а пока Коля отсутствует, мы решили сами снять кожух ГРМ. Ну не будем же мы его ждать. Зубчатый ремень ГРМ приводит два распредвала и помпу. Интервал замены 140 тысяч километров. Менять его надо вместе с натяжителем, вспомогательным роликом и помпой. А также желательно поменять сальники распредвалов и сальник коленвала. Все нужные метки присутствуют на шкивах валов. Два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы присутствуют. По состоянию все отлично, здоровый масляный налет и кулачки распредвалов без износа. Вот это уплотнение клапанной крышки иногда надо менять, но в нашем случае оно даже очень эластичное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Визуально двигатель Chrysler 2.0 и 2.4 двигатель отличить без навесного оборудования нельзя. Но маркировка присутствует вот на таком кронштейне, который находится снаружи двигателя. Но его может и не быть. Но, к счастью, маркировка присутствует на всех болтах, которые крепят ГБЦ. Двигатель Chrysler 2.4, как и его младший брат, иногда страдает подтекание масла по прокладке ГБЦ. Прокладка теряет герметичность в районе масляных каналов из головки блока. Для устранения этой неисправности приходится поднимать ГБЦ и менять прокладку. Но к этому надо тщательно подготовиться, проверить и зачистить привалочные поверхности, потому что течь масла может возобновиться вновь. ГБЦ на дорестайловых и рестайловых двигателях разные. Также ГБЦ для двигателя 2.4 для американских и российских автомобилей тоже разные. Они отличаются распредвалами, то есть диаметр шеек и опор разные. А теперь о состоянии поршневой группы. Хон слабенький, видны побежалости в районе прилегания поршневых юбок и обильный нагар на донышках поршней. Балансированные валы приводятся цепью, натяжение которой регулируется не автоматическим натяжителем. Со временем эта цепь растягивается и тогда слышны посторонние звуки и побрякивания в районе шкива коленвала. В ряде случаев натяжение цепи удается отрегулировать самим башмаком. Но если в результате регулировки не удается достичь зазора между башмаком и цепью полмиллиметра, то тогда цепь и башмак надо менять. Обычно к этому времени на башмаке уже видны глубокие борозды. В нашем случае цепь уже плохо прилегает, плохо натянута, но резервы для натяжения еще есть. Редактор субтитров А.Семкин по традиции мы расскажем, какое же масло подойдет к этому мотору. К этому двигателю подойдет масло ELF Evolution 900SXR с вязкостью 5w30. Выгодно его приобрести вы можете у нашего партнера компании Armtec со скидкой 10%. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов Armtec. Armtec, кстати, является единственным официальным дистрибьютором моторных масел ELF в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. А теперь поговорим о состоянии. Все вкладыши и шейки коленвала в хорошем состоянии. Что можно здесь отметить? Так это залегшие маслосъемные кольца, хотя здесь они очень большого калибра. И из-за этого у мотора появился масложор. Двигатель Chrysler 2.4 на американских автомобилях в большинстве версий работал в паре с АКПП. А на российских «Волгах» и «Газелях» с МКПП. Так вот, на российских автомобилях в пробегу в 10 тысяч километров обнаружилась проблема. Осевой люфт коленвала, который сопровождался течью масла по переднему сальнику коленвала. Выяснилось, что корзина сцепления на российских автомобилях оказывала сильное осевое давление на коленвал. Из-за этого оригинальные американские полукольца не выдерживали и коленвал начинал люфтить. От этой проблемы пострадали российские автомобили, выпущенные до 2007 года. После выявления этой проблемы перед установкой американских двигателей Chrysler на конвейере ГАЗ, их разбирали, то есть снимали бугельную плиту и устанавливали улучшенные вкладыши центральной опоры коленвала с интегрированными полукольцами. Вот это вкладыш центральной опоры коленвала, на котором закреплены полукольца. Так вот, полукольцо со стороны трансмиссии уже изношено, то есть это говорит о том, что оригинальные американские полукольца мягковаты, что и выяснилось на автомобилях ГАЗ. Ну что, разборка закончена, и сегодня мы вам рассказали про надежный олдскульный мотор, который без труда может пройти 500 тысяч километров. Если вы хотите знать о моторах, коробках и бу-запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».